Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен формам первого аориста в греческом языке. Он соответствует 23 главе в учебнике Мауса. На прошлом уроке мы с вами уже обсуждали греческий аорист и говорили о том, что аорист в греческом языке в изъявительном наклонении описывает события, произошедшие в прошлом, и выражает неопределенный глагольный вид. Неопределенный вид – это когда действие описывается в целом без указания на характер протекания действия. Само по себе действие может быть мгновенным или продолженным, однократным или многократным, завершившимся или незавершившимся. Форма аориста ничего об этом не говорит, просто указывает на то, что действие имело место. В греческом языке два способа образования формы аориста, так называемый первый аорист и второй аорист. По крайней мере, ко времени Кайне никакой смысловой разницы между первым и вторым аористом нет. Это результат исторического развития форм языка. И хотя в глубокой древности некоторые различия в употреблениях было, в Кайне оно уже не наблюдается. Так вот, первый аорист – это еще один способ образования, но несколько отличный от второго аориста. Второй аорист, обсуждавшийся на прошлом уроке, выглядел следующим образом. Перерещение плюс основа аориста плюс соединительное гласное и вторичное личное окончание. Он был очень похож по способу образования на имперфект, с той лишь разницей, что в имперфекте использовалась основа настоящего времени, а во втором аористе использовалась основа аориста, и второй аорист типичен для глаголов, у которых основа аориста и основа настоящего времени не совпадают. На этом уроке мы рассматриваем первый аорист, который типичен для тех глаголов, у которых основы настоящего времени, основа аориста и корень глагола либо совпадают, либо не очень значительно изменяются. Но это не значит, что невозможно образование формы первого аориста у того глагола, где корень изменился, просто так случается гораздо реже. Итак, как же выглядит форма первого аориста, то есть как выглядит еще один способ образования аориста в греческом языке? Обзор формы вы можете посмотреть в параграфе 23.4, а в 23.5 посмотреть парадигму для глагола ло, который как раз и образует форму первого аориста. Аорист выглядит следующим образом. Перерращение. Следующее точно тем же самым правилом, как перерращение и второго аориста, и имперфекта. То есть если глагол начинается с согласной, то добавляет с аэпсио, если с гласной, то гласная удлиняется, если с дифтонга, то первая гласная дифтонга удлиняется, если вторая была йота, то она подписывается, но и в случае дифтонга л, возможно, исключение, когда никакого удлинения не происходит. Затем основа аориста, затем образующее времени, специальный суфис, указывающий на то, что это аорист, ну и потом вторичное личное окончание. То есть формы первого аориста отличаются от форм второго аориста вот этим вот специальным суффиксом, ну и отсутствием соединительной гласной. Соединительная гласная отсутствует по той причине, что специальный суффикс, служащий для образования аориста, это са, который содержит альфу в своем составе, и так как гласная уже есть, никакая соединительная гласная не нужна, и сразу же к суффиксу са присоединяются вторичные личные окончания. Во многих случаях формы первого аориста даже легче распознать в тексте, чем формы второго аориста, как раз за счет вот этого суффикса. Ну и давайте мы сейчас так быстро пройдем по формам аориста от глагола ло. В аористе он выглядит следующим образом. Первое лицо, единственное число. Э, лу, са. Э, превращение. Лу, основа аориста. И основа аориста в данном случае совпадает с основой настоящего времени ло и совпадает с корнем глагола. Потом образующая времени са. Ну и одна из особенностей первого аориста, которую нужно запомнить, в первом лице, единственном числе, у него нулевое окончание. Это даже удобно, потому что, если вы посмотрите сразу на третье лицо множественного числа, э, лу, сан, где окончание ню, такое же, как, например, в амперфекте, и в первом аористе присутствует, то вы сразу видите разницу между первым лицом, единственным числом, и третьим лицом, множественным числом. Например, у имперфекта, э, лу, он, э, лу, он, эти формы совпадали. И хотя контекста обычно оказалось достаточным, и мы их хорошо могли различить, тем не менее, вот по области еще даже удобнее, первое лицо, единственное число, имеет некую особенность формы, отличающую ее от других. Запоминается это легко, и так как вот в словарных каких-то определениях и так далее все время форма первого лица единственного числа встречается, то вот это окончание са вы скоро освоите. Итак, э, лу, сан. Дальше форма второго лица единственного числа. Э, лу, сас. Са, обращающая времени, эс, окончание. Ну, скорее всего, вы заучивали окончание вторичное, как он, эс, э, ом, н, это он. И, может быть, чуть-чуть вот это э или о мешает, но на самом деле не очень сложно мысленно ее отбросить и увидеть вот эти эс, потом э, н, ну, возможно, с первого лица, мэн, т, и н. Ну, и постараться это добавить. Так что э, лу, сас. Форма третьего лица единственного числа э, лу, сэ. Или э, лу, сэ, там, ню, беглая. И здесь тоже есть некоторая особенность, которую нужно запомнить. Вместо альфы в образующей времени используется эпсилон. В результате вот эта э, привычная, типичная, по имперфекту, по второму облицу у нас здесь есть. Да, конечно, отказ от альфы немного озадачивает, но зато э, уже привычная, и наличие этой э помогает отличить форму третьего лица единственного числа от первого лица единственного числа. Потому что там са, если бы здесь было то же са, мы бы эти формы путали, а так вот в оверсе произошло, что все формы, может быть, чуть-чуть трансформировавшись, разошлись, и теперь каждая из форм уникальна и легко узнаваема, что на самом деле очень удобно. Итак, э, лу, сэ. Первое множественное э, лу, са, мэн, са, суффиксы мэн окончания, второе множественное э, лу, са, тэ, мэн и тэ хорошо видна, и третье множественное э, лу, сан, са и окончание у. И, кстати, вот это окончание сан, оно уже вам знакомо, потому что вы это окончание встречали в форме прошедшего времени от глагола ими, вы это окончание встречали в третьем лице множественном числе глаголов, которые образуют так называемый корневой аорист, например, аорист от глагола геноска с корнем гно, э, гно, сан, в третьем лице множественном числе, поэтому вот это сан, оно вам чуть-чуть уже знакомо, и вот в тех формах оно как раз появлялось, как заимствование из первопровольства. Итак, э, лу, са, э, лу, сас, э, лу, сэ, э, лу, са, тэ, э, лу, са, тэ, э, лу, сан. Вы можете вот это запомнить, либо запомнить логику образования всех этих форм, что по сравнению с формами имперфекта или второго ориста не очень сложно сделать. В любом случае, ваша задача, как изучающих, добиться того, чтобы эти формы, встретившись в тексте, вами были узнаны. Вот это СА, которое есть везде, за исключением третьего и единственного, очень хорошо бросается в глаза, когда вы работаете с текстом, эти формы легко и сразу распознаются. Ну и С, даже в третьем и единственном, тоже, в общем, очень неплохой признак второго ориста, наряду с приращением, помогающий его узнать. Что касается форм среднего залога, то они образуются аналогичным образом, приращение основы действительного залога, то есть основа точно такая же, как и у действительного залога, плюс образующая временица, плюс вторичное окончание, но в данном случае только среднего залога. Посмотрите, параграф 23.17.18. И вот парадигма следующим образом выглядит. Э, лу, са, мэн. И здесь все нормально, понятно и предсказуемо. Окончание мэн с долгой э хорошо видно. Э, лу, со. И вот эта вот форма озадачивающая, но уже не первый раз мы сталкиваемся с тем, что второе лицо единственного числа в среднем залоге нас озадачивает. Окончание со в данном случае, ну, с омикрон, и изначально должно было бы быть что-нибудь типа э, лу, са, со. Но сигма, как это часто случается, оказавшись между двух гласных, выпадает. Получается э, лу, са, о. Альфа с омикрон сливаются по обычным правилам и дают омегу. Поэтому мы имеем э, лу, со. Ну, это вот надо как-то отметить для себя и запомнить, чтобы узнавать эту форму. Но дальше э, лу, са, то. Э, лу, са, мэ, та. Э, лу, са, стэ. Э, лу, сан, то. И все эти формы, с такими длинными, достаточно яркими окончаниями, очень хорошо узнаваемы. И все эти формы, я надеюсь, никаких проблем для вас не составят. Так что, помня вторичное окончание, примеряя к ним вот этот суффик са и формы действительного залога, и формы среднего залога, ориста, вы вполне способны понять и узнать. Ну, еще раз напомню, что мы специально говорим формы среднего залога, потому что есть еще формы страдательного залога, который в ауристе образуется другим способом, и он будет обсуждаться на следующем уроке. Если в настоящем времени и в имперфекте формы среднего и страдательного залога совпадали, ну, можно было бы говорить о среднестрадательном залоге, о неком одной форме, которая охватывает все варианты затронутости подлежащего действиям, от интереса и вовлеченности до того, что подлежащие подвергаются действию, то в ауристе формы разнесены. И для среднего залога одна форма, а для страдательного залога другая форма. Теперь нужно несколько слов сказать о том, какие же сложности и подводные камни нам встречаются, когда мы имеем дело с формами первого овоста. Первое, и что вы, может быть, уже заподозрили по аналогии с будущим временем, это то, что сигма может взаимодействовать с последней согласной основой. Помните, что случалось с будущим временем, когда сигма, взаимодействуя с БПФ, давала ПСИ, с ГКХ давала КСИ, и с ТДТ давала просто сигма. То есть в зависимости от того, там губная, взрывная, губная, зубная, задняя, язычная у нас согласная, при добавлении сигмы получались различные варианты. Ну и вот этот квадрат зубных согласных, пожалуйста, вспомните, он нам нужен был в преобразовании форм третьего склонения усуществительных, он нам нужен был в преобразовании форм будущего времени, и вот теперь он нам нужен и в преобразовании форм АОС. Так вот, когда сигма добавляется к основе, заканчивающейся на БПФ, ГКХ, ДЦЦ, то происходит вот такое взаимодействие, результат которого ПС, КС, С, вам в общем-то уже знаком и с которым вы имели дело раньше. Вторая сложность, на которую обращает внимание Маус в этом учебнике, это то, что иногда у глаголов с основой второго ауриста используется окончание первого ауриста. Это даже не вопрос, может быть, о первом ауриста, а вопрос о форме второго ауриста. Ну, например, глагол Эйпон иногда встречается в форме Эйпам, то есть Альфа появляется, Элтон в форме Элтон, Эйдон в форме Эйдон, ну и так далее. Так что вот эти вот вариации, они возможны, но, как правило, если вы знаете и те окончания, и другие окончания, это вообще не представит для вас проблемы. Так что просто такое небольшое замечание. Еще одна проблема, еще одна сложность, на которую нужно обратить внимание, связана с тем, что, как и в будущем времени, в ауристе греки предпочитали не ставить сигму после сонорных согласных. Напоминаю, сонорные согласные, те согласные, которые можно тянуть. Вот после этих согласных сигма обычно не ставится. И в том случае, когда основа заканчивается на одной из таких согласных, образующее времени не сигма, а просто Альфа. Помните, в будущем времени это было образующее времени сигма, а после сонорных – Эйпсилон. А здесь было образующее времени са, а после сонорных – просто а. А как это выглядит, вы можете посмотреть в учебнике, в параграфе 23.13.14. Там приведена парадигма для глагола «мэно», который в ауристе имеет корень «мэй». Корень чуть-чуть отличается от корня настоящего времени. Ну и тут важно проговорить, что аурист, формы первого ауриста часто встречаются, если корни совпадают, но могут встречаться, если и в корнях есть какое-то различие. Ну, в данном случае «мэн», «мэйн», такое «эй», чередование в корне, не мешает тому, чтобы глагол образовывал форму первого ауриста. Не второй ауриста, ну, конечно, будет второй ауриста, мы бы узнали форму, было бы что-то типа «эмэйнон», но вот исторически так сложилось, что здесь форма первого ауриста. Так как основа заканчивается на ню, то вместо сигмы просто добавляется альфа, и получаются формы «эмэйна», «эмэйнас», «эмэйне», «эмэйнэмен», «эмэйнате», «эмэйнам». Видите, а, а, с, э, а, мин, а, т, ан, очень похоже на то, что происходит и в сигматическом области, ну, то есть там, где есть сигма, просто самой сигмы нет. И поэтому, если вы познакомились с теми формами, то никаких проблем с этими формами у вас тоже не возникнет. Ну, и что касается форм среднего залога, у сановных глаголов они не в учебнике, а в приложении, на 403-й странице приведены для того же самого глагола «мэно» и выглядят как «эмэйнамэн», «эмэйно», «эмэйнато», «эмэйнамэта», «эмэйнасте», «эмэйнато». Поэтому «амэн», «о», «это», «амэйнасте», «эмэйнато» вполне ожидаемые варианты окончания для среднего залога. Вот вы, опять-таки, можете наблюдать. И так вам необходимо запомнить. Приращение плюс основа аориста действительного залога, ну, часто совпадающая с основой настоящего времени, но может и немного отличаться, Плюс для сонорных глаголов альфа, для не сонорных глаголов са, который может взаимодействовать с последованием несогласной корня, плюс вторичное окончание. Вот если вы эту схему запомнили и на особенности посмотрели, форму первого лориста вы без особых проблем будете узнавать.